Энфилд Ливерпуль, самый титулованный клуб Англии, принимает на своем поле Киевская Динамо, самый титулованный клуб, если считать чемпионские титулы, европейские тоже, Советского Союза и одного из мемориалов этой несуществующей страны, Украины тоже. Команды встречаются друг с другом в рамках турнира в группе Б, после двух туров, вот болельщики, пожалуйста, из Украины, после двух туров в группе Б ридирует Буавишта, у нее 4 очка, Дортмундская Боруссия и Ливерпуль имеют по 2, и Киевская Динамо имеет 1. Но, то есть, иными словами, в двух турах все матчи, кроме одного, заканчивались ничьими. Только вот Киев проиграл Буавиште и все. Поэтому ситуация непростая, она, скажем так, неясная, и после двух туров мы оцениваем возможности и шансы команд, больше исходя из их абстрактного потенциала. Потенциала вообще. В этом турнире пока они провели себя недостаточно. Вы знаете, я полагаю, что что-то случилось с графическими мощностями в городе Ливерпуле, потому что они так и не сработали. Ну, будем стыдить за событиями по собственным часам, во-первых, за временем. Вот я думаю, что, в конце концов, графика у нас появится. Пусть уже тогда он был игроком Ливерпуля. Ну, а это Валерий Лобановский. Валерий Лобановский еще раз подтвердил, что Филимонову он доверяет. Хотя общественное мнение даже не то, что бы требовало, но осторожно высказывалось в пользу того, что может пора и Виталия Реву попробовать. И вот Филимонов отражает первую, да, в сегодняшнем матче. Такое впечатление возникает, что идет дождь у нас легкий. Что-то ребит на крупном плане за спиной у Хески. Вот подача. Хески принял мяч. Очень неудачно сыграл против него здесь 17-й номер Федоров. Федоров отскочил, наверное, не вовремя. И Хески без помех бил, но без помех и без разбега. Это было не очень удобно. Что такое игра на вратаря? Нет? Да, Калина определил нарушение правил, по-моему. Да, свободный удар. Мы посмотрим Павто, чтобы разобраться в нюансах. Давайте посмотрим еще раз. Да, Аншо действительно играл во вратаря и не играл в мяч. Это было очень хорошо видно. Он блокировал. Вот видите. Он ударил локтем еще в придачу Филимонова. Достать почему не было никакой возможности. Он атаковал голкипера. Первый гол не засчитан. И это совершенно справедливо. Я уже видел, насколько мачекистского Динамо в этом сезоне, в этом составе. И, знаете, Гавранчич мне очень нравится. Белькевич. Хороший дисциплинированный игрок. Видно, что многое умеет. И видно, что знает, чего он не умеет. То есть не залупается, что называется. Хороша подача. Здорово. Рисе. Гол. Нет. Мяч не пошел в ворота, но в проекте этого не было видно. Это Хески. Ну вот он направился от своих потрясений. Главой. Филимонов. Какая ошибка. И... И нет. Да. Александр Филимонов. Ничего не скажешь. Вот сейчас никто не мешал. Куда пошел? Подрезал ночка мяч Аншо, наверное, успел все-таки. Это был Хьюйпе, простите. Больше ошибаться нельзя Филимонову. Никак. И увидите сразу около него футболист Ливерпуля. Пытается его немножко смутить, стеснить. Атака Ливерпуля продолжается. Рисе. Еще одна передача. Опасно Хески. И мяч приходит прямо в руки от Филимонову. Причем успел оценить, что Хески... Ну что ж, Ливерпуль прославился в этом сезоне, в этом году, даже больше, чем в сезоне, как команда, которая успела выиграть аж... Пять, по-моему, разнообразных кубков. Кубок УЮФА, кубок... Нет, четыре кубка. Кубок УЮФА. Нет, пять все-таки. УЮФА, Английской лиги, Англии, Суперкубок Европы и Черри Кишилд, Суперкубок Великобритании, Извините, Англии. Потому что это тоже, безусловно, кубковый матч. Хотя он по своей значимости не может быть, кажется, поставлен с Суперкубком Европы или с Кубком УЮФА. И даже с Кубком Англии вряд ли. Но, тем не менее, это подчеркивает то, что Ливерпуль команда, которая, наверное... Ну, не наверное, а уже точно в этом году показала, что в Европе больше никто, как они не могут настроиться на конкретный матч. Даже не только настроиться, но и выбрать тактику, подготовиться к конкретному сопернику. Ливерпуль, безусловно, если не фаворит, то темная лошадка. Одна из темных лошадок на Мишке Лиги Чемпионов. Хватит действительно рано, предпочитательная команда, которая давно, впервые здесь играет. Такая ошибка Риса бьет ревой ногой. Соговорить, это игра Локомотива, потому что многие, кто симпатизирует к Искому Знамок, российскому Мишке Чемпионов тоже неравнодушны. Поэтому матч Локомотива, я буду говорить, там пока тоже 0-0. Ну а мы смотрим за событиями на Энфилде. Смотрите, слышно Динамо. Довольно сложно перекричать Энфилд. Вообще приятно, что с Украины вот уже такая большая группа может в Англию отправиться. Опасный момент. Улучшает, значит, страна, правда? Еще одна подача там Милаченко, там, по-моему, на самом-то деле. Это был Сергей Федоров и толкали его в спину, конечно, совершенно не прикрыто. Это делал Каррагер. Посмотрите. Ну и сразу с тем, что в Ливерпуле есть кому ударить. Вот такие удары очень нервируют, так сказать, нервируют иногда вратарей. Вот, в частности, люди считают, что выставлять всем в таких случаях это поддаваться нервам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой опасный момент. Филимонов гол. Нештатная ситуация. Мяч заметался. И в этой нештатной ситуации Атака оказалась в эффективе нападения Мяч Каут задел, отлетел в штангу И вот здесь уже у Филимонова, конечно, шансов было мало Какой сложный рикошет здесь был, смотрите-ка И Рипнин ударил очень точно Ничего не скажет, посмотрим еще раз И Чернета мяч задел И потом голову подставлял Головко И здесь, конечно, Филимонов мог спасти свою команду Только если бы в него просто мячом попали 1-0 в пользу Ливерпуля Ярий Литманин Напоминает, что и без Оуэна в Ливерпуле есть кому и бить, и забивать Вот сейчас Милащенко, там Белькевич подтянулся Милащенко Гиоанне А кому отдавать-то? Все рядом, все близко Менчить не хотелось А вот в пользу киевлян Думаю, что, скорее всего, конечно, это совпадение В принципе, можно найти некий смысл под большим Умозрительный Милащенко И Дуде Удар не очень получился, но давайте отметим стремление Милащенко сразу же пробить Не упустить возможности без какой-то реальной угрозы А там нарушение правил Калина, напомню, Калина сразу же пресек Жесткие единоборства Ну и испытание для Чернота, правда? Нет, нарушение здесь, мне кажется, самое настоящее Двумя ногами вперед Амплуа действующий Есть еще игрок правой бровки Боднар И Серебренников, с которого в Киеве пытаются сделать универсала Милащенко Ему трудно было идти сейчас одному на всех Он потерял скорость Маневрируя Белькевич И Дахор Теперь он уже справа, причем не в первый раз Ух ты Подача-то была замечательная Другое дело, что, конечно, две русские защитники Мистера такого рода борьбы И оттерли обоих киевлян от мяча Уже пришлось бы еще левее уйти Белькевич Угловой Что ж, 1-0 и счет по игре, безусловно Итак, у нас второй тайм матча Ливерпуль-Динамо-Киев 1-0 В пользу Ливерпуля Или Ливера, как его любовно называют в России После первого тайма 1-0 и И мяч выкатывается в аут Начнем, наверное, так Удар Это был удар обманный Но способности Бармби обманывать я сомневаюсь так же, как у его Как не сомневаюсь в его способности Выпить большое количество виски Обязательно посмотрите матч Реала Андолета Обращусь к зрителям канала НТВ Плюс Там происходят очень интересные события Я вас не обманываю, причем Потом вспомните начало второго тайма, если будете смотреть И Дахор Дахор сегодня, по-моему, даже ни разу не получил мяча на скорость Ведь один случай был Несмачный Мне показалось, что не было там нарушения А это Хюпя Ритманен На Джерарда Кто-то запускает мяч Карагеру Прострел Хески Браво, браво, Филимонов Вот это сейф Вот это сейф Удар получился в противоход у форварда Ливерпуля Посмотрите еще раз И наш Александр, переложившись Совершенно блестящий мяч парировал Вот это его игра Очень опасно Хески Гол Нет Выдели пас, да? Такой пас Опять, видите, прямо под Филимонову уходит один из ленгличан Подача Подача на сервис неудачная Но вынесли тоже не Ахти Подбор за Ливерпулем Хюпя Очень опасно Это называется спасибо штанге В этом смысле Филимонов и Канн братья Сегодня и вчера Давай вот атакам сборной Атакам из нитеров Атакам динамо из ширины Я думаю, мощи Очень хорошая подача Подача, удар Но, конечно, хотелось бы, чтобы партнеры были поактивнее Почти добился Белькевич того, чтобы эта подача еще и в ворота летела Рисе Это Херард Эжерард, простите Забавно, если Херард придет из Барселоны вверх Правда? Вот видите, замена Заменяется игрок, который придет угловой Это Рисе Кто вместо него? Ну, надо полагать, наверное, МакАлистер Да, вот он Вот он 38 лет Гарри МакАлистер Теперь уже досталось здесь МакАлистеру И вот теперь Хески выбивает мяч в аут Ах, это Мерфи Я перепутал похожую сверху черепа Малащенко как далеко на чужих ворот Ну, может быть, вот сейчас Ну, может быть, вот сейчас Эдахор И направо Ну, что ж ты Как говорится, какого Эдахора, а? Ну, зачем вот это? Угловой вместо выхода один на один, пусть и с угла Ну Настолько верный выбор позиции защитник Гиоанэ Нарушение правил Но это шанс Вот это шанс Действительно, нет Я думаю, что судья был здесь сейчас абсолютно прав Калина был рядом Момент он, безусловно, видел Другое дело, что Нет, там, собственно, для какой-то двузначной трактовки Не было возможности Момент и момент Что-то нам вот не повторяют этот самый момент Видимо, потому что А вздумает Я не пробить без свистка, да? Ну, думаю, сейчас все кулаки-то сжали, наверное Борис Борис Это, кстати, в команду И невезучий рикошек Ливерпуль сделал свое дело И судьба ему в этом Не помешала Не захотела А киевляне не смогли Вот И давайте на этом сразу и простимся Потому что Вот 1-0 В этот матч лучше и не скажешь Для вас работал Василий Уткин Играйте в футбол Считайте что-то пожелания